Вот так начинается утро 7 августа На столе у нас невиданные доселе жареные крылышки Опять жареные крылышки Копченый окунь в большом количестве А также копченая форель Самая настоящая, с озера Пикалева А здесь снова окушки Только вот такие, присоленные что ли Жбанчик пивасика Два мешка мешков Да, именно так, мешки мешков В каждом по 50 штук мешков Редкий для нас продукт сырокопченая колбаса Райские яблочки А также салат, море салату Народ еще спит В интерьере появились 3 новых палатки Мы повесили флаги Ну почти повесили Приехала теша Здрасте Давай-давай-давай Вот так вот так вот так вот Миша, ну что ты делаешь? Зачем? Нише, ну что ты делаешь? Зачем? Не знаю Стол? Ага На мой, по-моему, не покупай Стой? По центрую Так, смотрим Что такое грустный? Почему грустный? Бодры, веселые Да Мои бобры Веселые Настоящий пират Вон Вот это вот я Вес Давай Вы в слона играете, я так понял, да? Они все утро играют Лена, Лена, чешем 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 Так-так-так-так-так-так О О О О Да не там чешите Вот-вот 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 А, ногой-ногой-ногой-ногой Давай Оборачиваемся И смотрим Результаты своей работы Ну что ж Я бы сказал даже Почти как по нивелиру Ровно Они у нас стали жестянщиками Давай-давай-давай Что делать? Минга, не говори Нет, подожди Сейчас начинается самое главное Все-таки экспедиция началась Так Ну то есть Столько народу Куда-то находит А построение где? Выходи, строится Шептала Игорь Иванович Я ведь жена Ну и давай Давайте строим Выходи, строится Я уже снимать начал Построение А, тогда круг построимся Понимаете? У меня есть ли круг или прямая Товарищи, по ранжиру, пожалуйста По ранжиру Круг, круг, круг По ранжиру По ранжируй По ранжируй А я с краю стою Я же высокий Дай свою левую руку Вот так вот сделай Лыжи, ниже, ниже Оттаешься в лагере Да после дохода Карася А, на фоне флагов надо строиться Чего в самом деле? Михаил Юрьевич Михаил Юрьевич Так, сойдет Товарищ Верховный главнокомандующий Маршевая рота В составе шести человек Для укрепления Боевого духа Дикой дивизии Прибыло В ваше распоряжение Доложил генерал-полковник Титов Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Желаю всех Присутствующих здесь Неоднократно Дважды, трикратно Ура! 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 Поздравляю вас С началом трудовых будней Ура! 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 Вольно Разрешите отмязить Пожалуйста Справа налево Расчитай Первый пошел, Verein Первый пошел Растигай Куда пошел Ну что, братцы? Налево Во! Шагом Марш! Замераем инструмент и вперед павлович но я так думаю что есть смысл вынуть и налить в связи с тем что мы пришли к определенному месту посмотреть пожалуйста влево узнаешь бивак 2007 года узнаешь бивак 2007 года ямку узнаешь вот эту ямку вот эту ямку узнаешь где стоял наш лагерь заходите павлович заходите павлович я же сказал есть место в котором мы можем выпить ну как вот тут товарищи стоял наш лагерь 2007 году в нем жила как минимум 15 человек ну разве можно об этом сказать сейчас здесь лагерь а прошло всего лишь 11 лет соответственно там куда ты идешь там лагерь глазу был да там бойчук да там где лагерь глазу а там сейчас можно с дорожки пройти там пусто то есть там машины люди ставят то есть пустошь там осталось а здесь нет здесь она заросла напрочь видишь конечно причем очень быстро через через год уже здесь ничего не было вот так жизнь устроена ну что товарищи старослужащие узнаете вырубку пустошь объект справа узнаете павлович узнаете большую площадь 2007 года павлович вырубку узнаете площадь а дот узнаете мон поражен вообще прочь как здесь делали все а 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 здесь было вот как вот здесь вот пусто так это было пусто везде 12 11 лет назад вырубка была достаточно свежая ну что кто-то если нас накрывает в дот предлагаю сейчас сейчас все покажу сейчас пошли покажу он не железном бетонный вот вот амбразура внизу на север вот она вот автографы строителей посмотрите вот это 320 пехотный полк 212 пехотный дивизии вот он f и b или rb написал вот r или f он by вот так он себя увлековечил так товарищи поскольку надвигается гроза ныряем в дот пола иванович вперед как старослушие дамы за ним включайте телефон хотя бы один там была свечка ее кто-то за три месяца сжег осторожно вниз вниз вот так теперь на себя ну покроет нас дождь лена 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 ну мы нормально еще не бахнули лена опаньки хорошая опора дубль 2 прячемся он сейчас ливанет сильно серьезно пошли пошли отлично снимаем дальше светим светим дальше о теща в подземелье все такие баланс что где баланс голову сын и видно наверно то не боеприпас поэтому так смело все но все равно непонятно что что это такое раз 132 авиационный раз пустой до типа гильзач ну да от него и воронка собственно говоря вот это продемонстрируется товарищи покрутить его туда и сюда и презентабельно я думаю грызут не то слово потому что меня подгрызают тоже я впервые но я очень много знаю обо всех а вас только в самых хороших вот таких словах потому что я все ролики смотрю все очень много мне ребята рассказывает игорь инга всегда а я уже вот то что они мне рассказывают я рассказываю своим друзьям я не преувеличиваю вот они где-то что-то вот теперь могу я всегда я всегда тоже рассказываю у меня вот мои подруги они тоже это все понимает и я вот я пусть первый вечер сижу с вами у костра но он такой душевный и вот я не ощутила что я здесь вообще вот первый раз вот вы мне все сегодня такие родные вот я вас всех знаю а а теперь вы меня все знаете я с большим удовольствием конечно это не помните что ли как миша помогли носки постирать да помню вот конечно это была большая авантюра когда мне игорь иванович сказал дают два часа на сборы и я вас жду в петербурге вот ну я откликнулась так что уж как прошел день я думаю что деньги да так что я теперь вас ну уж если если уж дочь выбрала этого человека спасибо вам ребята за такую хорошую дружба вот что у вас действительно вы все единое вы вы живете этим вот а соответственно и и родители я как мама я тоже живу вот их всеми рассказами вот они молодцы они со мной этим делятся а костер я вообще люблю вот мы всегда вот ходили в походы вот пока у нас семья была еще дома мы с таким удовольствием сидели у костра на рыбалке всегда у нас костер и мы вот тоже долго вот всегда сидели разговаривали вообще или вообще просто молчали костер объединяет спасибо ребята вам всем за дружбу что вы вот так дружно и живете у вас такая дружная семья стоим на поле боя стоим немецком переднем краю постоянно вытаскивая из подошв остатки той войны в виде кусков колючей проволоки все равно как ножом по сердцу вроде должны ходить босиком впитывать от земли силу поскольку впереди зима позима земля даст силы а не можем потому что пробьем тогда ногу будем не дееспособны то есть каждую минуту каждую секунду война вынуждена напоминает о себе а мы вынуждены каждый раз помнить что мы не можем получить силу потому что земли потому что она избита и сгажена войной которая кончилась сами знаете 73 года назад вот этот диссонанс между тем что надо бы тем что должно тем что можно и тем что мы можем себе позволить он фактически такой же диссонанс как взять кошка пойти за грибами по этой за грибами по этой же лесной дороге по которой мы сегодня ходили вдруг наткнуться на человека и грибы где ягоды современные и тот человек который лег сорок втором семьдесят шесть лет назад сегодня ходили пытались на старом что значит старом на том месте где мы девятерых нашли а всего там десять человек погибло как бы для разминки ходили поискать на нем же на этом же месте вокруг него еще кого то поскольку туда тянет влечет и не отпускает а почему для разминки отчасти нужно было втянуться с другой стороны что немаловажно нужно было новыми глазами новым людям включая чайник попасть туда и попытаться словить вот тот тихий голос который собственно говоря не отпускает от этого места потому что туда пойдем еще 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 там кто то есть точно есть просто найти не может контакт этот и втягивание в это дело вот если бы сегодня пошли бы бойца сразу понимать было бы не то вот завтра самое то сегодня мы почти втянулись немного промокли побегали посмотрели из чего это поле бой состоит окунулись тут ужас и боль которую эти люди 10 человек которых нашли получили при гибели и ну да нас это не коснулось да но мы теперь понимаем из чего эти места состоят чем они напитаны когда завтра мы пойдем нас уже будет это предисловие как вводная к завтрашней главе подымем этих одного или двух бойцов я предлагаю предполагаю что там могут быть двое посмотрим вот если бы сегодня пошли это было бы не то вот не так вот не было бы у того бивака пусть импровизированного на котором мы стояли сегодня промокнув немного под дождем попивая чай когда я консервы у раскопа где противогаз бутылкой и опять никого нет рядом граната пряжка хвосты и опять никого нет рядом котелок и опять никого нет ведь как бы и не удовлетворенность с одной стороны с другой стороны понимаю что здесь все таки были вам надо было посмотреть это место с тем чтобы понимать что туда вновь надо будет приходить и вновь вновь смотреть и искать и того одного из двух сколько их там еще осталось моих найдем рано или поздно не было бы этих слов которые уже прозвучали не будет понимание единой цели и того что помимо того что нам всем комфортно между собой есть еще и то что объединяет помимо комфорта приятственность быта устроенного работающих машин гаджетов техники видеокамер там прочим если бы этого главного бедня еще не было все бы превратилось в обычную бытовое поедание еды и просто приятно время приправление ах какой закат а какие ночи а какие звезды не более того высшая цель делать людей лучше и двигает их к новым свершениям как бы высокопарно это не звучало делать людей чище в первую очередь потому что мы касаемся смерти тех кто не побоялся и кто пошел на пулемет и лег под ними прекрасно понимаешь может погиб любую секунду пришли за ними они стоят за нами незримо они ждут нас как бы эфемерно не выглядели они что там с этих остаточков костей которые от них остаются костика смея это физическое воплощение ментальное духовное тут же витает рядышком и наша задача позволить им оторвавшись от этого всего уходить дальше туда наверх самый что ни на есть лучший мир который вообще может быть который вообще можно представить может быть они вернутся потом сюда воплотятся еще в кого-то передав уже опыт того что выпало на их долю а также передав опыт встречи с теми людьми посидеть сейчас здесь на бивоке кто за ними приходил не жалея свое время денег и сил это сложная субстанция это не пощупать даже вот не описать это можно только ощутить это даже вот с пониманием очень сложно контактирует а именно еле-еле-еле ощутимый контакт с прошлым воплощается в нас настоящих конечном итоге чистит нас для будущего передается нашим детям которые подчас нас не понимают они не знают чаще всего зачем мы едем почему тратим кучу денег кучу наших сил ради кого потом их прошибает они понимают что есть вещи гораздо более высшее чем ну новый телефон чем хорошая квартира прекрасная машина что есть нечто большее что держит вообще жизнь на этой планете и соединяет людей в конечном счете превращает нас из зверя когда-то наверно были наверное людей более высокого вернее в существ более высокого порядка называемых людьми если мне они не знаю чем бы мы жили трудно сказать она были нормальными людьми наверное что-то бы объединял наверное что-то бы двигал нас жизни вот есть же возможность сравнить каждого из нас другую стезю другие пути другие дороги есть почему-то жизнь выворачивает вот на эту колею когда мы отдаем свое время и часть себя отдаем ради других как это измерить как это пощупать не пощупать это это можно только пережить передавая свой опыт другим сейчас были на алтае и человек которого нам сосватали по телефону который нас никогда не видел который нас не знал про которого которому про нас сказали что едут вы понимаете это дорогого стоит что едут хорошие люди их надо бы встретить и мы его никогда не знаю и мы его никогда не видели федор алексей проводник вдруг он начинает звонить 1 2 3 4 на телефон 1 2 звонка я пропускаю следующие два звонка его голос и оценил как голос человека примерно районе 50 оказалось в районе 60 он беспокоится вы где беспокоится вы когда будете он беспокоится за людей которых никогда не видел но про который сказали что они хорошие люди он беспокоится как бы нам бы так вот хорошо доехать чтобы нам успеть и показать красоты в то же самое время разместить засветло чтобы не затем на приехать там и чтобы все это было вот вот в тему даже какие тысячи мы проехали как это вот как эту ментальную связь передать что мы хорошие люди незнакомому человеку чтобы он принимал и начинал беспокоиться это тоже вещи вот эти мне не попробовать вернее не пощупать не там не скрижетнуть не мне не отщипнуть это вот передается на уровне волновом во всей видимости человека к человеку и конечном итоге возникла мысль ехать туда снова именно к нему с тем чтобы горный алтарь во всей своей красе может быть надеюсь развернулся бы благодаря ему перед нами военное дело по всей видимости позволяет нам самих себя чистить перед будущим сами знаете будущее у всех у нас одно весь вопрос только том как прожить то что нам отмерено не все трудности нам удается преодолевать так как мы хотели преодолеть но позволяют вот эти это военная тема позволяет нам быть лучше чем мы могли бы быть и поэтому тянет сюда